В январе 1238 года под Коломной начиналась одна из самых больших и трагических битв Руси против степных захватчиков. Как говорят сейчас историки, русский север дал бой монгольской тьме. Во главе похода против Руси стоял сын Чингисхана Кюльхан, внук Баты и успешный полководец Субэдэй. Было несколько других родственников Чингисхана, которые тоже занимали командные должности, а численность войска составляла десятки тысяч человек. Для средневековой Европы это было просто людское море. Первым русским крупным городом, на которое напали, оказалась Рязань. Она жесточенно сопротивлялась, но Орда сумела разбить рязанские полки, и 21 декабря 1237 года монголы взяли город, который больше никогда не восстановится на прежнем месте. Уцелевшие русские отступили на север, а за ними по пятам монголы до самой Коломны, сильного и стратегически важного города на северной границе Рязанского княжества. Находясь на пересечении рек Аки и Москвы, на единственном московском тракте Коломна была замком русского севера. Коломну еще называли ключом от двери княжества Владимирского. Там и встретились остатки рязанцев, подошедшие полки великого князя Владимирского, как полагают новгородские ратники и монголы. Высеча Велика указана в Суздальской летописи. Объединенное русское войско расположилось под стенами города под прикрытием чистокола. Войско Батыя подошло к Коломне с юга со стороны реки Аки. Часть русских войск вышла из укрытия и развернула боевой порядок на льду Аки. Монголы атаковали русских 1 января. В Лаврентьевской и Суздальской летописях сказано, что авангард русского войска под командованием Владимирца Еремея Глебовича при появлении противника не успел отойти главным силам и был уничтожен атакой вражеской конницы. Монголы постепенно оттеснили русские войска под самые стены. Летописи не сохранили подробного описания сражения, кроме того, что было огромное количество погибших. Историки восстанавливали общую картину по косвенным данным. Персильский летописец Рашид Аддин, живший во второй половине XII века, написал, что в этом бою сыну Чингисхана Кюльхану была нанесена смертельная рана. Учитывая, что монгольские военачальники предпочитали не вступать в схватку, а руководить из глубины, битва была действительно ожесточенной и хаотичной. Полки смешались. Храпачевский в своей книге «Военная держава Чингисхана» отметит. Смерть Кюльхана указывает на возможный таранный удар русской тяжелой кавалерии во фланг или тыл врага. Это единственный случай, когда прямой потомок Чингисхана пал в бою во время военного похода. Сражение под Коломной продолжалось почти три дня. Силы русских воинов иссякали. Наконец, остатки объединенных полков укрылись в городской крепости, на осаду которой Батый потратил еще три дня. Когда Коломна была взята, все защитники были убиты. К этому времени из Чернигово подоспел рязанский боярин Евпатий Калаврат с крупным отрядом. Он неожиданно напал на монгольское войско и нанес тяжелый урон. Однако сам пал в бою, а его отряд был полностью уничтожен. После этого монголы двинулись из-под стен Коломны дальше в глубину Владимирского княжества.